Недвижимость в Оттаве давно привлекает не только жителей канадской столицы, но также инвесторов из других городов. Здесь живет достаточно людей со стабильным и хорошим доходом, а цены ниже, чем, к примеру, в Торонто. Весна же в Оттаве последние годы ассоциируется не только с фестивалем тюльпанов, но также с очередным оживлением на рынке недвижимости. Наташа, здравствуй! Здравствуй! Расскажи нам, пожалуйста, что происходит на рынке недвижимости в Оттаве? Весна пришла? Ой, да. Весеннее оживление, конечно, чувствуется, что радует нас всех, радует продавцов, они ощущают большее количество визитов в свои дома и то, что их единицы жилья продаются гораздо быстрее, чем раньше. А покупатели это, конечно, тоже радует, потому что они наконец дождались, что большее количество вариантов появилось, которые можно посмотреть. Ну и если мы говорим о цифрах, да, то сравнивая, например, с февралем 2023 года, уровень продаж вырос на 15%, цены повысились приблизительно в среднем на 2%, а количество новых листингов на 29%. Больше. Чем год назад. Чем год назад. То есть продавать стали больше. Продавать. Это в феврале. Я уверена, что в марте еще более оптимистичными будут цифры, потому что вот оживление прямо чувствуется во всем. Вроде за чем-то стоят в очередь. Я бы сказала так. На единицы жилья до 700 тысяч долларов, я говорю сейчас о прихолд, не о кондо, все чаще и чаще мы наблюдаем, что продавец одновременно получает 2-3 предложения, когда продает дом. Но, конечно, очень много здесь таких вот факторов, которые на это влияют. Прежде всего, это, конечно, локация дома. Это мы говорим о ценовой категории до 700 тысяч. Вот. Ну да. Такой самый как бы дешевый. Значит, локация, как я уже сказала, состояние дома. Конечно, его привлекательность для глаза. Потенциально покупателей. Да. Ну и стратегия еще, конечно, выбранная продавцом и его агентом. И вот в последние годы все больше и больше влияние на спрос на отдельный дом, на отдельную единицу, да, влияет, проживает ли в доме квартиросъемщик. Потому что участились, к нашему огромному сожалению, случаи, когда, например, покупатель хочет въехать сам в дом, а квартиросъемщик по каким-то причинам... Не хочет. ...вовремя не выезжать. Да. И тогда это, конечно, столько всяких неприятностей, неприятностей и сложностей доставляет покупателю, да, что вот это вот очень сильно влияет на спрос. Понятно, что у риэлторов есть инструменты различные, чтобы обезопасить своего покупателя, да, что, предположим, расторгается сделка в таком случае и возвращается депозит, но этого недостаточно. Если рынок в данный момент набирает обороты и цены растут, то за эту сумму покупатель уже не может купить соответствующее, да, время потеряно. Нет у него возможности куда-то деться со своими вещами. В общем, это сложности, которые вот надо буквально пинцетом эту ситуацию, так сказать, каждую песчинку там просеивать перед тем, как принять решение, покупать или нет. Ты сказала про стратегию и тактику, а вот мне интересно, стратегия вот продажи дома, это что? Есть дом? То, что я имела в виду, это ценовую, пожалуй, политику, да, ведь можно выставить дом выше своей ценовой категории, да, для того, чтобы дать возможность сделать скидку приятную покупателю. Кто-то выставляет за рыночную стоимость и смотрит, как там дела пойдут, а некоторые выбирают выставить по заниженной цене и ждать большого количества офферов. Каждая из этих стратегий, она опасна по-своему, да, вот, но это очень зависит от характера продавца и от того, что агент рекомендует, и меняется это буквально с каждым дуновением ветерка, вот как на рынке, рынок себя ведет, поэтому нужно очень внимательно к этому отнестись и, конечно, рассказать все за и против своему клиенту. Буквально вчера вот на форуме в Фейсбуке было несколько вопросов по поводу хороших районов в Аталии. Можешь, ты там долго живешь, какие? Ну, Атава, наверное, столичный город, он везде безопасный, хороший, но есть нюансы, расскажи. На самом деле, да, есть буквально на пальцах одной руки можно перечислить места, где я бы вот не рекомендовала семьям с детками, да, вот, со средним стабильным доходом селиться, но их действительно очень мало, этих районов, к счастью нашему, огромному, и криминальная обстановка в городе пока еще, вот, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, сто раз, вот, чтобы не сглазить, она еще пока более-менее по сравнению с другими городами приличная. В Канаде, да? Ну, какой твой самый любимый район? Например, если мы говорим, да, именно о семьях с детьми, то, наверное, вот спальные районы в западной части города, да, они наиболее подходящие. Почему? Вот, например, Канад и Стицвелл, они расположены вокруг хай-тек-зоны. Многие люди, работающие в сфере высоких технологий, со стабильным очень доходом, они как раз в этих районах живут. Бархевен тоже хороший район. Там больше, наверное, людей, которые в сторону центра работают и тоже вот с таким же социоэкономическим уровнем высоким этот район. Ну, и, конечно, в этих районах с удовольствием селятся люди, которые удаленно работают. Общественный транспорт там не очень хорошо разный. Вот, в этих районах отличные школы, много кружков, спортивных секций для деток, парков, детских площадок, трейлов. То, что делает очень привлекательными именно эти районы для семей с детьми. Семей с детьми. Да, да. И, кстати, то же самое, в общем-то, привлекает инвесторов. Тех, которые любят инвестиции с довольно низким риском инвестиционным. Именно вот в таких районах они покупают, чтобы спокойно заселить семью с хорошим доходом. Конечно, это не гарантирует ничего, да. Но это, в общем, при правильной проверке, при очень скрупулезной проверке каждого жильца, это каким-то образом минимизирует риск попасть в большие проблемы. А вот для инвестиций, в принципе, люди покупают, ну, как бы, ну, необычно. Иногда покупают квартиры для молодых профессионалов. Иногда покупают, я так понимаю, дома. И дом у вас где-то стоит 700 тысяч, я так понимаю, для семьи с двумя детей. Есть два вида, как бы. Если мы говорим о фрихолде, то два вида, пожалуй, вот есть в более дешевой категории таунхаузов. Один – это трехэтажные таунхаузы. Чаще всего они без бэкьярдов. Есть некоторые проекты, где и бэкьярд есть небольшой. Гараж, например, две спальни и две с половиной ванны. Такие дома стоят где-то в районе, я бы сказала, от 550 до 570 тысяч. И вторая категория – это трехведрунные, обычные трехспальные, обычные таунхаузы с бейсментами двухэтажные. Они стоят дороже, где-то, я бы сказала, в районе 630-670. Мы сейчас не рассматриваем там угловые, большие и так далее. В среднем. Вот такой порядок цен приблизительно сейчас. Новые дома для инвесторов более привлекательные, более новые дома, да, потому что те дома, что построены позже ноября 2018 года, они не находятся под рент-контролем. И там можно вообще-то повышать раз в год практически на любую сумму, а не на ту, которую диктует, на рыночную стоимость, а не на то, что диктует нам правительство в более старших домах. На сегодняшний день это 2,5% в год. И при нынешних рейтах, конечно, это очень тяжело сохранить баланс, вот увеличивая на такой небольшой процент. В ближайшее время, вот ты там долго живешь уже в Оттаве, ну, знаешь все. Вот что ты ожидаешь? Чем весна радует жителей Оттавы? Ну, весна вообще всегда радует жителей Оттавы, и не только Оттавы, и меня лично. Вот я знаю, что в мае у вас там очень красивый фестиваль. У нас фестиваль Тельпанов, наш любимый, да. Ожидаем, как обычно, большое количество туристов, что и для города очень хорошо, и для туристов хорошо посмотреть на нашу красоту. Ну, вот как раз в эти выходные я была в Даунтауне, проходила там по всем местам таким туристическим, и вот уже предвкушение такое, вот приятной, хорошей погоды, и то, что снега сейчас нет, и вообще очень была зима мягкая, приятная, и хочется уже вот цветения и всего замечательного. Весна. Да, в воздухе уже летает. Спасибо. Надеемся, что весна принесет удачу и счастье. Очень надеемся. Не только нашим клиентам, но и вообще всем людям, и не только в Оттаве. Согласен. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok